Итак, это Космическое Сознание. Сегодня нам снова повезло, и мы разговариваем с Тони Родригесом. И я хочу сказать для наших зрителей, что многие, возможно, не знают, что Тони узнал о моем существовании всего месяц назад, когда я связался с ним. У нас не было общих знакомых, я просто написал ему на Фейсбук, он ответил мне, я попросил у него интервью, и вот мы здесь. Он не берет за это деньги и делает это в свое личное время. То есть он делает это, так сказать, про Бона. Я очень рад и очень благодарен за это, Тони. Спасибо. Без проблем. С нашего последнего интервью я понял, что необходимо сделать небольшое заявление для зрителей, так как тем, кто будет смотреть это в первый раз, будет трудно вобрать в себя всю эту информацию. И многое им будет непонятно, поэтому так же, как Нил сделано. Я хочу порекомендовать людям интервью с Майклом Саллом, с которыми я свяжусь и переведу интервью их частично или полностью. Но для тех, кто не знаком с этой информацией или сходу не воспримет ее как что-то достоверное, я порекомендую изучить материал программ «Космическое раскрытие» с Кори Гудом. И этот материал есть в бесплатном доступе в тексте на английском и русском. Я оставлю ссылку под этим видео. И это очень обширный обзор всего того, о чем говорит Тони. Однако он говорит только о своем конкретном опыте в программе «20 и обратно». Конечно, я рекомендую интервью Тони с Майклом Саллом, так как цель нашего сегодняшнего интервью с Тони, моей целью было лично пообщаться с Тони. И для того, чтобы пропустить это светиться через себя и быть более надежным передатчиком этой информации, у нас нет цели выстроить какую-то полную картину и хронологию год за годом, день за днем. Я просто хотел сказать это. Итак, Тони, какие дела? Да. Отлично. Всем доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Вы меня слышите? Да. Вы нас? Да. Иногда у меня барахлит микрофон. Сейчас я проверю, идет ли у нас запись. Хорошо. В прошлый раз мы говорили об очень интересных вещах. Мы обсудили хронологии вашей жизни в программе «20 лет и обратно» и технологии, связанных с ней, а также о полном возвращении ваших воспоминаний и отколовшихся цивилизаций нацистов, которые вы жили много лет, целых 12 лет. Это было очень интересно. И сегодня я хочу подробнее обсудить некоторые события. И что мне всегда больше всего интересно, конечно, как фон для того, что происходило с вами, какая была социальная динамика и весь смысл того, что происходит в этом теневом мире, частью которого вы были. Но, конечно, во вторую очередь, после ваших личных переживаний и событий, также мне интересны аспекты взаимодействия людей и инопланетян, как на уровне управления программой, так и на личном уровне. Но перед тем, как мы будем говорить об этом, я хочу спросить вас, каково было? Я знаю, что вы сказали мне, что вы старались все вспомнить, но теперь стараетесь все забыть. Но в то же время вы понимаете, что как только вы все вспомнили, этот опыт уже является неотделимой частью вас. И вы сказали, что ваша жена в курсе. Я хотел узнать, было ли какое-то позитивное влияние этого опыта на вашу жизнь? Определенно. Это первый вопрос. И второй, ваши родители и ваши дети знают о том, что с вами произошло, и сколько они знают? И как вы планируете рассказать им? Либо, если не рассказать напрямую, то в свете того, что вы знаете, подготовить их к этой информации в будущем? Самое трудное было в начале. Моя жена не знала ничего. Она не верила в инопланетян. Она христианка, которая выросла в провинции, в консервативной среде, где в такое вообще не верят. И когда все произошло, и ко мне вернулась большая часть воспоминаний, мне не с кем было поговорить. Я был совсем одинок, и это было ужасно. Это было неприятное чувство. Это было самое худшее чувство. И прошло где-то 6 недель, когда я решил, все, надо ей сказать. Я должен сказать хоть кому-то. Мы сели с ней, и я развел костер на заднем дворе, и мы просто сели, выпили по стакану. После того, как выпьешь, было гораздо легче говорить об этом, обо всем. И я все и выложил. Я сказал, слушай, тебе будет нелегко все это воспринять. Но я просто все рассказал. Потом я сказал, спрашивай меня, докажи, что это неправда. Пожалуйста, если я это все придумал, тронулся головой, я хочу, чтобы ты задавал мне вопросы. Если ты скептически к этому относишься и можешь показать мне, что я все выдумал, то давай. И я многим такое говорю. Если у кого-то есть вопросы, и они видят твиры в моей истории, то я прошу, чтобы они указали мне на это. Потому что я тоже хочу об этом узнать. Если то, что я помню, на самом деле вымысел, я хочу об этом знать. И на данный момент мне удалось исключить все другие вероятности, и проработать все детали. Разговаривая с тем, кто сомневается, мне это удавалось. Есть много вещей, которые я не помню, и люди спрашивают меня, а как насчет этого, как насчет того. У меня смутные воспоминания о ежедневных событиях, то, что было обыденным. Например, как выглядел душ. Но, по большей части, я все помню, и многое из этого подтвердилось. Мои дети в курсе. Своим родителям я не сказал. Решил пока не посвящать их. Но я сел с детьми и все им объяснил. Есть большая опасность, что они могут пройти через то же самое. Ведь эта программа основана на генетических данных. Если ты был там, то нужно следить за своими детьми, потому что они идеальные кандидаты. Нужно спросить себя, насколько твоя личная жизнь подвергается манипуляции. Я уверен, конечно, не все, но я уверен, что есть много людей, которые были в программах, но не знают об этом. И они идеально подходят. И вот они начинают с кем-то встречаться, но за ними следят и говорят, «Нет, эта девушка по генам ему не подходит, и нельзя допустить, чтобы от нее родились дети». И интересно, как далеко заходит такая манипуляция? Ведь для них легко послать тебе сублиминальные подсознательные послания или использовать излучатели, чтобы сводить нужных им людей друг с другом. И это, конечно, мои догадки. Но есть и задокументированные случаи, как тот, который описан Брайс Тейлор в ее книге. Спасибо за воспоминания. И она подвергалась контролю сознания через травму МК Ультра. Она описывает, что почти с самого начала процесса контроля сознания в ее жизни в ее жизни был подсажен человек специально для отношений, почти что с самого начала. Я говорил с другими людьми. Вы знаете, что со мной часто связываются с тех пор, как мои интервью были опубликованы. У многих есть похожие, но смутные воспоминания. И люди говорили мне, что они женаты или замужем за кем-то, кто... Они понятия не имеют, как этот человек оказался рядом. Ладно. А как насчет повседневной жизни в обществе? Как вы... Я уверен, что у вас совсем другой взгляд на мир после того, что произошло. Вот моя политика по этому поводу. Я не навязываю эту информацию тем, кто сам меня не спрашивает. Человеку не говорю, эй, прикинь, что происходит. Потому что, чтобы поверить моей истории, человеку нужно перестать верить во что-то еще. Если вы обычный человек в нашем обществе, который функционирует и преуспевает, и вы верите в то, чем у вас учили в школе, то вам придется многое выбросить из головы. Поэтому я никому это не навязываю. Люди, у которых уже есть какое-то понимание, и они приходят, чтобы спросить меня, такими я рассказываю. Все интервью, которые я давал, как вы сказали, интервью про Бонна, я всегда стараюсь идти навстречу. Я стараюсь делиться этой информацией с людьми, которые хотят знать. И многие не хотят этого знать. Такое бывало. Были люди, которые не в курсе, и которым мне доводилось рассказывать об этом. И это видно сразу по лицу. Во-первых, они теряют доверие ко мне и думают, что я сумасшедший. И это можно прочитать по глазам. Они смотрят на меня и такие, а-а-а, все ясно. И если это старый знакомый, и они меня уважают, и тогда они допускают вероятность того, что я говорю правду. Можно легко увидеть, что происходит в голове людей, и что им очень трудно воспринять это. И что им очень трудно воспринять это. Ладно. Но когда вы смотрите на повседневные проблемы в мире, политику, корпоративную систему, все, о чем люди спорят и волнуются, смотрите ли вы на все это с высоты птичьего полета, так сказать? Да, будучи тем, кто был в космосе, я хочу сказать. Это все опускание пыли в глаза. Это все манипуляции. Все новости, боязнь того и другого. Сегодня тебя пугают какой-то болезнью, завтра политика, и послезавтра Северной Кореей. Отвлечение внимания. Отвлечение внимания. Именно. Выборы и все остальное. Это просто отвлечение внимания. Они заставляют нас поверить, что вот здесь происходит что-то важное. Когда главное находится вот здесь, внизу, и совсем незаметно. Но это маленькое руководить всем остальным. Вот что происходит. И это и есть мой взгляд с высоты. Потому что они были там. Они ни о чем не парились. Когда мы забирали грузы с военным оборудованием на базе Диего Гарсия на корабле, мы прилетали на базу посреди ночи. Большинство людей на базе не имели доступа к этому проекту. Только несколько людей на базе знали о существовании нашего корабля. Мы спускались туда посреди ночи. То есть это было секретом. Даже там база Диего Гарсия вовсе не была официальной частью секретной космической программы. То есть это было сокрытие внутри официальной системы. Понятно. Но туда мы летали, чтобы брать много разных вещей военного назначения. И туда на суднах привозили вещи из России, Китая, США. И мы забирали оттуда военное оборудование. И мы сами оставляли кое-какой груз. Но в маленьких количествах, чтобы его можно было спрятать. Но прошу прощения, это были контрабандные объемы груза. Они промышленные, верно? Нет, мы забирали промышленные объемы. Мы забирали джипы, к примеру. Однажды мы брали на борт целое судно на воздушной подушке от военно-морского флота. Это был огромный транспортер для перевозки морской пехоты. Но что я хочу сказать про баз Диего Гарсия. Нужно было, чтобы американский офицер дал нам акт приемки на подпись. Каждый раз, когда мы загружали что-то, кому-то из нас нужно было спуститься на взлетную полосу и расписаться. И он говорит, ребята, вы уже превысили бюджет. Он думал, что у нас есть какой-то бюджет. В смысле? Он думал, что мы платили за товары, которые мы забираем. А вы не платили? Офицер так думал. Я думал так же. Я помню, что однажды тот, кто обычно ходил подписывать бумагу, не мог пойти. И мне сказали, чтобы пошел я. И я подошел туда, и мне сказали, вы, ребята, уже много набрали в кредит, посмотри на этот список. И когда я был на совещании, я был инженером грузового отсека одно время. И подо мной было 7 или 8 человек. На следующее утро я был на совещании, поднял руку, и они включили переводчик, потому что они говорили по-немецки. Они использовали какой-то имплант или другую технологию, которую можно включить, чтобы они понимали меня. Я не говорю ни на одном языке, кроме английского. Но они периодически включали его, когда говорили по-немецки. Когда я поднял руку, они включили его. И я сказал, довожу до вашего сведения, что вчера офицер на базе Диего Гарсия напомнил мне, что мы уже много набрали в кредит, пора платить. И они все просто расхохотались. Все, кто был в комнате. То есть, они не платили ни цента, это был обман. То есть, они просто воровали у кого-то? Они могут взять, что захотят, из-за своего уровня доступа в системе. Они могут оставить маленькое количество чего-то в обмен на большое количество всего, что им нужно. Они сказали, да нет никакого кредита. Они сказали, что так думают люди на базе, потому что так работает их система. А система работает вовсе не так. Они тоже не платили за наш груз. Мы отдавали его бесплатно. И все это шло в черный бюджет. И именно в этот бюджет попадали те 2 триллиона в 2001 году, а сегодня тоже 6 триллионов долларов. Верно? И потом это все списывали. Но в этом все и дело. Это пускание пыли в глаза. Тот парень, который обычно подписывал бумаги на аэродроме, пускал пыль в глаза офицеру с базы, заставляя его думать, что мы заплатим. Но это была просто подпись на бумаге. Это ужасно иронично. Черный рынок на сером рынке внутри системы. Вау. Однажды мы забрали груз с 10 тысячами пар ботинок. Они были лишними где-то, и мы просто их забрали. Эти ботинки отправились в колонию на продажу. Но за них вы тоже не платили? Нет. Нет. Ух ты. Интересно. Вот, кстати, что нужно сказать. Когда слушаешь вашу историю, она сама по себе потрясающая. Но когда пытаешься собрать все в кучу, на практическом уровне и сказать... Окей, как же все-таки работает эта система? Во-первых, давайте сразу перейдем к фактам. Вы говорите, что вас забрала бригада рептилий и серых. Верно? Они вас обработали, провели какие-то эксперименты, а затем они стерли вам все воспоминания детства до того момента. И вот вы очнулись на базе Инио Керн в Калифорнии. И там с вами разговаривает доктор. Человек на авиабазе в Калифорнии. А еще прошлая ночь вас обрабатывали пришельцы. Что же тут происходит? Мы на этом остановились в прошлый раз? Да, вроде бы на этом. И затем я прошел процедуру контроля сознания, МК Ультра. Да-да-да, вот что я хотел спросить. Зачем нужно было проходить через МК Ультра? Это было очень больно. Это контроль сознания. Это большая тема. Это очень трудно описать в коротком интервью. Да, я в курсе. Это большой массив информации. Они ломают тебя. Они делают твою личность как минимум на две части, верно? Знаете, в первую очередь они ломают твою волю к сопротивлению. Я постараюсь вкратце объяснить. Они ломают твою волю и затем тестируют тебя, чтобы понять, для чего можно использовать тебя. И меня использовали, вводя в состояние тетов. И вплоть до 12 лет, когда было нужно, мне вкалывали какой-то препарат. Я терял сознание, и в таком состоянии я ченнелил. И я выполнял для них роль экстрасенса. Я летал с ними на самолете. И после того, как все закончилось, я был тетой, практикующим, то есть экстрасенсом. И те, кто имеет высокий уровень в этой практике, похоже, могут даже убивать психически. То есть выполнять заказные убийства. Но я этим не занимался. Меня отправили в Перу. Место называется Пуэрто Тихуантин Суэ в Перу. И там я пробыл два года до начала полового созревания. Я потерял эту способность к моменту созревания. И это был трафик кокаина. То есть раз в месяц мы загружали в самолет кокаин. Два человека, кроме меня. Пилот и парень, который отвечал за меня, были со мной. Там была просто гора кокаина. Итак, прошу прощения, давайте снова повторим все. Вас забрала группа инопланетян, состоящая из драко-рептилий и серых. Они обработали вас и отправили в какую-то военную группу на Землю, которая в свою очередь обработала вас и провела через травмирующий контроль сознания, после чего эти военные отправляют вас в Перу для работы с контрабандистами кокаина в качестве экстрасенсов. Они потеряли целый самолет с Коксом до меня. Новый самолет. Это был новый самолет, поэтому они наняли меня. То есть купили меня за деньги, чтобы я работал на борту самолет. То есть мы взлетали, и где-то после примерно километров 300 полета они вкалывали мне что-то в вену, и я терял сознание. А, то есть это активируется препаратом. Да, да, да. И тогда, если впереди была полиция или плохая погода, ожидавшая нас, они узнавали об этом от меня. То есть вы предсказывали будущее и говорили им. Ага. И затем мы долетали до города Санта-Мартов, Колумбия, и оставляли груз там. И к моменту, когда мы садились в аэропорту, я уже просыпался. Затем мы улетали обратно, и так происходило раз в месяц. И все остальное время я был просто потерянным паром, который жил. Меня держали в комнате с черно-белым телевизором. То есть каждый раз вылетали из Перу в Колумбию. Никогда не летали в Северную Америку и так далее, верно? Нет. И в конце концов, знаешь, там было много всего в этот период. Я просто хочу уложиться в короткий рассказ. После этого я вернулся в Сиэтл, человек, который владел мной. Там я прожил почти три года. И это хорошо, потому что теперь это можно расследовать и доказать. Это доказательство. Да, вы говорили это в прошлый раз. Хотя это было очень больно. И оттуда Сиэтл был просто секс работы. Я жил в доме с другими мальчиками, и нас использовали для вечеринок политиков. И вы жили там как пленник, то есть вам вообще не разрешали выходить? Или вы выходили в сопровождении кого-то? Да, да. Это находится на острове, поместье в 2000 квадратных метрах, обнесенное стеной. Там был бассейн. Как жить в пансионате для мальчиков. И каждый день они давали нам лекарства, точнее, какие-то таблетки с добавками для тренировок по калистенике. И однажды таблетки заменили на новые, у меня была аллергия на эти новые таблетки. И где-то дня через три я сильно разболелся из-за них. Меня рвало, и я не мог никак тренироваться. Я спросил, можно ли вернуть меня к старым таблеткам? По какой-то причине они не могли. И тогда они сказали, ну, теперь ты пойдешь в армию. Меня привезли на какую-то автостоянку. Там ждали два человека в микроавтобусе. Они вкололи мне что-то, и я потерял сознание. И я очнулся снова на Луне. Итак, давайте остановимся. Насколько прозрачной была передача информации между всеми этими группами? Между наркокартелем, людьми в Сиэтле, военными в Калифорнии, инопланетянами и людьми, работающими на Луне? Там была полная прозрачность, и все знали, что делали другие, или они передавали вас из рук в руки через посредников? Через посредников. Именно так. К примеру, когда я был в Перу, меня называли «Los Loco Pequeño de la Luna» – «Сумасшедший парнишка с Луны», потому что я рассказал им, что я был на Луне, они мне не поверили. Когда я попал из Перу в Сиэтле, мне сказали, что я больше про Луну не говорил. Я должен был молчать, потому что не все мальчики были из этой программы, то есть они не воспринимали это как реальность, но мой владелец знал, мой владелец знал все, он был в курсе абсолютно всего, и когда меня больше нельзя было использовать, они продали меня военную. Это была сделка купли-продажи. Меня продавали из группы в группы. Так я попал на Луну, а затем в корпорацию к колонии Марса. И меня готовили как вспомогательную боевую единицу. То есть не как солдата, а как приманку. Им нужно было побольше людей для операции. Мы сделали три вылазки против жуков, и Рэнди Краймер расскажет вам о них больше. Мы сделали три вылазки, и третья была полным провалом. Половина ребят погибла. И программа была закрыта. После этого меня отправили в город на Марсе, Арыс Приус, где меня переподготовили. То есть сначала они тестируют твои способности для ремонта кораблей. То есть всем этим управляли. Потому что когда Рэнди рассказывает, как он попал в Арыс Примус, который является столицей, или по крайней мере центральной военной базой на Марсе, все это происходит по линии морского флота и программы Солнечный Страж. По крайней мере это то, как он это знает. Это выглядело, как американская военная часть. То есть американская база. Когда я был на Марсе, это все были американцы. Даже во время вылазок на передовой базе, это все были американские солдаты. А все, кто там был во время тех миссий, были американцы. После этого меня продали, и я отправился в колонию на Церерию. Мы сели на поезд, вы рассказывали, да, со звуком «пуф». И затем поезд сразу остановился. Минут 5-10 всего мы ехали, и когда я сошел с поезда, я оказался в огромном ангаре, подземном, полном немецкими солдатами. Это были ацисты? Да. Все было другим. Горная порода другого цвета и так далее. Я был в шоке. И они не сказали мне, куда меня отправляют. Просто сказали садиться на поезд. Меня не проинструктировали ни о чем. И там я провел около 12 лет. Я проработал на одном корабле, где-то 7 или 8 лет. Это был старый корабль, который все время ломался. Затем корабль списали, и меня отправили на новый корабль в форме капли или тыквенного семечка. Это тип корабля, о котором рассказывает Кори Гуд. И есть его художественное изображение, верно? Ага. И я пробул на нем последние 3 года, пока не пришло время возвращаться. Итак, эта система, кажется, пронизывает все. Здесь и армия США, и миллиардер из группы сатанистов. И наркокартель. Вероятно, связанные с ЦРУ или военными. И у них был доступ к одним и тем же ресурсам, то есть таким людям, как я. И когда мы переходим к немецкой колонии темного флота, то кому же они подчинялись? Или они были независимой группой? Нет. Когда они попадали в какие-то проблемы, они отчитывались перед драко на базе, которые находятся во временном пузыре. Временном пузыре? Ясно. Потому что в прошлый раз, я кажется, пропустил это. И я задавался вопросом, как они могли иметь там базу, потому что Юпитер является большим центром активности всех остальных групп. Когда мы залетали в него, там было темно. Никаких звезд не было видно. Мы видели большое металлическое здание базы и полная тьма вокруг. И нам нужно было выйти из этого пузыря таким же маневром, иначе мы попадали в другое время. И однажды мы попали так, и оказались снаружи на 16 часов до момента своего вылета. И нам пришлось оставаться на ногах 16 часов полета. Нужно было летать до тех пор, пока не наступит наше запланированное время возвращения. Для этого мы сделали крюк на пути обратно в ЦРР. Штурман сделал ошибку, и мы вышли из пузыря неправильно, оказавшись на 16 часов в прошлом. И этот пузырь, похоже, не виден никому снаружи, вокруг Юпитера. Да? Верно. Это временная аномалия. И там не один такой пузырь вокруг Юпитера. И все шныряют туда-сюда, делая свои темные делишки. Я не знаю, как это работает физически. И вы летали туда, чтобы доложить начальству в лице драка? Когда мы чего-то натворили, да. Мы натворили что-то. Кажется, вы пересекли какие-то границы в процессе торговли, верно? Да. Были случаи, когда кто-то нас кидал в сделках, и мы теряли товар. И это была причина, по которой вам приходилось отчитываться перед дракой, потому что вы нарушили какие-то соглашения. Там было много соглашений. Существует целый ряд законов, регулирующих отношения между колониями. И мы нарушали эти законы систематически. Нарушали всевозможные правила. Нас были люди. Помнишь, я говорил, что у меня было 7-8 ребят в подчинении? У нас были ребята, натасканные на грабеж. Когда мы подлетали и сгружали свой товар, были ребята, которые спускались с корабля и воровали другие грузы с того же склада. Вау. И мы делали это очень часто, поэтому не было какого-то следования законам. Космос огромен, и мы летали очень далеко и торговали с множеством разных людей. Под людьми я имею в виду инопланетян. И очень часто мы прилетали, воровали что-то и улетали, никогда больше сюда не возвращались. Итак, мы говорили о присутствии американцев в темном флоте, между которыми, похоже, есть какое-то подобие сотрудничества, и они периодически пересекаются. Но, надеюсь, не работают напрямую. Но как насчет людей из других мест и программ, которые управляются европейскими странами? Я знаю, что вы работали с европейцами на Церере, на кораблях. Но встречали ли вы кого-нибудь когда-нибудь на Луне, допустим, Марсе или Церере, кто был из других стран? Знаете, во время работы там я был рабом и носил ошейник. Поэтому в социальном плане я никуда не уходил, чтобы с кем-то пообщаться. Не могли знакомиться ни с кем. Да, я никогда особо никуда не хотел. Но были люди, которые прилетали с других. Но там, видишь ли, там тебя, блядь, не потому из какой-то страны, а из какой-то колонии. Есть колония на Марсе и на Церере. Поэтому, например, для меня этот парень не из Чехословакии, к примеру. Этот парень с Марса. Он с Марса. Или он с Луны, или с других колоний. Вот как люди идентифицируют себя там. Хотя они родом из какой-то страны на Земле. Нужно познакомиться с ними получше перед тем, как ты узнаешь об этом из разговора. И они обычно там по найму или по линии 20 обратно, как вы были. Поэтому у них нет никакого национального признака, который бы имел значение. Верно? Прошу прощения, что? Они обычно там по контракту или на службе, как были вы или Рэнди. Поэтому они не могли сказать, что они из такой-то страны или что их страна делает там то-то и то-то. Верно? Многие люди, с кем я работал на корабле в грузовом отсеке, знали, откуда они. Многие говорили на других языках. Автоматические переводчики речи были очень популярны там. Многие люди общались на разных языках. И там был парень, который говорил по-итальянски. И он всегда этим хвастался. При этом он не помнил, что был итальянцем. Так как ему стерли память. Но каждый раз, когда мы летали на Землю, мы летали в Южную Америку и разгружались там. И ребята говорили мне, «О, ты же жил в Перу. Ты рад снова быть дома?» И мы были далеко от Перу, но меня всегда считали парнем из Перу. Хотя я не был из Перу. Вы понятия не имели, откуда вы были? Америка. Я знал, что я из Америки. Ясно. Ух ты, ничего себе. Это что касается нас. А ребята, которые командовали, все были рождены там. Они родились на Церере. Эти немцы родились и жили на Церере. Они, скорее всего, сейчас там же. И выглядят хорошо, так как у них был доступ к продвинутым медицинским технологиям. Я думаю, что они выглядят в точности так же, каким я их помню. Я знаю, что вы не выходили и не общались много, но наблюдая социальную среду, динамику между людьми в колонии, этих немцев, которые родились в колонии, какая у них была главная мотивация, чтобы делать то, что они делали. У них все еще действует денежная система. То есть деньги и статус там в цене. Вся система управлялась по военному принципу. Все ребята, немцы, кто работал с нами на корабле, хотели получить повышение, чтобы работать на треугольном боевом корабле. Видимо, это оплачивалось лучше и давало больше престижа. Они все старались получить повышение. Всегда было то, ради чего ты работаешь. В том числе и для нас. Если ты работал хорошо, тебя ожидало повышение. Если подумать, то эта группа подчинялась драку. И на Земле у нас такая же система. У тебя есть стимулы для труда, ради которых ты работаешь, и больше ничего. Но у них также был статус и ранг. То есть для них это было важно. Все было организовано лучше, чем у нас здесь. Потому что здесь ты просто работаешь, чтобы купить вещь получше. Машину и так далее. Но там работали на статус. И вместе со статусом у тебя было больше прав. У тебя было право сделать себе выходной. В определенном ранге ты мог посетить другую колонию. Можно было провести отпуск на Луне. И они очень упорно для этого работали. У них была очень эффективная система кнута и пряника. И наказания тоже были. У тебя был сильный страх наказания и понижения. И я прошел через такое наказание в конце. И это было очень жестко. Я вынужден был работать в военную смену. Потому что меня понизили. В последние 6 месяцев работы мне приходилось сначала делать свою работу менеджера, карго, а потом идти в нижний отсек и грузить коробки-то. Я знаю, что вас наказали во время одной из миссий, когда вы отказались нажать на кнопку и выпустить ядерный заряд, который уничтожил целую цивилизацию. Это была единственная миссия, когда меня наказали. Это миссия, которая провалилась. И это было почти в самом конце моей службы. И поэтому меня понизили. Об этом трудно говорить. Мы торговали с одной продвинутой цивилизацией. И мы осыпали их подарками. Мы загружались по полной и отвозили им товары в течение месяца. И все это было в обмен на технологию. Они должны были дать нам какие-то продвинутые технологии. Это была наша главная миссия. Большую часть времени мы обменивали товар на товар. Но мы старались также обменивать товар на технологии или технологии на технологии, то есть пытались продвинуться технологически с помощью торговли. И, наверное, это гораздо быстрее, чем делать это с помощью исследований. И это была наша главная цель в жизни. Это то, ради чего мы работали. Каждое утро на корабле главной миссией провозглашалась добыча большого количества технологий. Это все, чего они хотели. Мы отвозили этим ребятам товары и по какой-то причине они были соскорблены или что-то еще, и они отменили сделку. После чего мы сидели без дела несколько дней, а потом нас вызвали на эту базу Драко на Юпитере. Капитаны все полетели на эту базу. Капитаны, двое офицеров пошли на встречу с главным Драко. И на обратном пути он был полностью сломан морально. Его вынесли в обратно в слезах. И мы побежали как можно быстрее обратно на корабль. Драко сказали, что мы уже потратили слишком много денег и что нам не дадут больше оружия. и что мы должны были использовать ядерные ракеты, сделанные на Земле. Крылатые ракеты. Исследователи всегда спрашивают, зачем нужно использовать ядерные ракеты в космосе. У нас были другие, более продвинутые виды оружия, но Драко сказали, что мы и так потратили слишком много денег и что нам нужно использовать собственные ракеты. Поэтому мы полетели на базу Геего Гарсии и забрали оттуда два барабана. Это были ракеты с электрической кассети. Они были огромные. Дело в том, что я был обучен работе на кране, и у нас был антигравитационный кран. То есть ты просто направляешь луч света на груз и создается вихревой поток энергии, который поднимает и переносит груз. Это свет, который поднимает на что-то и поднимает и поднимает вортех, и он поднимает и поднимает вортех. И если бы это не было, если бы снегопад или песчаная буря, антигравитация не работала, у нас был простой кран с выдвижными стрелами, которые складывались. И в моем крыле корабля я был единственным обученным для работы на этом кране. У нас было всего двое таких. Мы никогда им не пользовались. Я буквально никогда им не пользовался. И вот что произошло. Они соединили в программу барабана с краном, и с моей станции нужно было нажать на пуск, чтобы повернуть этот барабан. Эта конструкция высовывалась из грузового отсека. Люки открывались, и барабан высовывали наружу на кране. Мы прилетели туда, на их планету. Все поняли, что происходит. Нам раздали брошюры с руководством в случае радиационного заражения. Мы все поняли, для чего это. Хотя нам не сказали, что происходит. Мы просто забрали груз, и никому нельзя было смотреть, что это за груз. И потребовалось время, целый день, чтобы установить все это на корабле. У нас было один или два дня выходных даже, пока они заталкивали это на корабль. Мы полетели на эту планету, и все ребята говорили, что откажутся выполнять приказ. Это продвинутая цивилизация, мы бойкотируем приказ стрелять по ним. И все так говорили. И во время совещания я поднял руку и сказал, ребята в грузовом отсеке отказываются стрелять. И немцы сказали, не волнуйся, мы просто поиграем мускулами, стрелять никто не будет. Мы прибыли на место, и они тут же начали стрелять. И я получил приказ повернуть кассету. И это было слышно. Я был в другом крыле корабля, но слышал, как ракета вылетела. Звук был очень громкий. Поэтому я слышал, знал, что они стреляют, получил приказ крутить барабан. И все, что мне нужно было сделать, это отворить, повернуть и затворить. Это был мой приказ. И вот приказ поступил. Это было ужасное чувство, которое я никогда не переживал раньше. И я не подчинился. Я не выполнил приказ. И они включили электрошок на моем мошеннике. Мы не успели это обсудить, но во время процедур контроля сознания они сажали нас в клетки, по которым пускали электричество. Когда тебя било током, ты просто терял всякую волю к сопротивлению. И вот они отдали приказ стрелять, и затем заговорили со мной через микрофон. Почему ты не стреляешь? Прокрути барабан. Я не подчинился и получил электрошок. И потом я сделал это. И ракеты полетели. Но они оставили электрошок на ошейнике включенным. Я лежал на полу и бился в шоке. Они не выключали его довольно долго. После этого меня понизили. Больше никаких походов на совещание. Я спустился до низшей должности на корабле. То есть я делал свою обычную работу, а потом шел в нижний отсек, вручную тягал коробки. И с 8-10 рабочих часов я перешел на 14-16 часов работы в день. Для этого у меня была зарплата и право выходить в город. Я была девушкой. Я потерял возможность видеться с ней. Я потерял возможность видеться с ней. Вообще выходить в город. Это был конец моей карьеры там. И у них не было никаких сомнений на этот счет. Вы же там проработали много лет. Они даже не рассматривали ваш случай. То есть, да, вы облажались один раз, но это же было из благих побуждений. Да. Именно поэтому меня не убили. Или не выкинули с работы на корабле. Да, я заработал достаточно, и это было мое смягчение. Меня не выкинули с работы на корабле. И так случилось, что это были последние 6 месяцев моих 20 лет и обратно. Если бы у меня было еще 5 лет в запасе, я бы поднялся обратно. Если бы у меня было 5 лет в запасе, то за пару лет я бы все отработал и поднялся снова вверх. Но это были последние 6 месяцев. И обычно, когда кто-то возвращался обратно, они устраивали церемонию прощения. Они устраивали церемонию прощения. Всех устраивали в линию, провожали тебя, а у меня такого не было. Я был опозорен. Один офицер забрал меня, чтобы проводить, и читал мне нотации всю дорогу. Он сказал, возвращайся обратно в свою жизнь, не беспокойся о своей девушке, не парься ни о чем, женись на хорошей немецкой девушке и забудь обо всем, не смотри назад. Звучит так, как будто вы действительно привязались к этому месту. Но у меня была девушка. Я был привязан к ней. Я хотел снова увидеть ее. Мы так и не попрощались. И последний раз, когда я ее видел, она была занята, мы сказали, привет, пока, и все, я больше никогда ее не видел. И вот что произошло. На обратном пути я не хотел ничего забывать. Всю дорогу обратно я твердил, я буду помнить, я буду помнить. Теперь, что касается торговых миссий. Вы говорили, что вы летали на Землю регулярно почти каждый день. Также вы торговали по всей Солнечной системе и за ее пределами. Можете сказать, куда вы летали? Очень далеко. Мы не летали в соседней звездной системе. Они говорили, что только 1% всех наших миссий приходится на системы, видимые в небе с Земли. То есть мы всегда летали дальше, чем те звезды, которые можно было видеть ночью с Земли. Все эти системы уже были отработаны, там нечего было делать. Они знали, кто мы и так далее. Нам приходилось отправляться в места, которые еще никто не обнаружил. Там столько еще цивилизаций в космосе, о которых мы даже не подозреваем. И мы старались найти новых, чтобы меняться с ними на технологии. И как вы это делали? У вас была какая-то технология сканирования пространства, где вы могли найти звезду и планету, увидеть, кто был на ней, затем послать группу представителей, перед тем, чтобы начать торговлю? Да, есть какой-то способ все это организовать, потому что каждый раз, когда мы прилетали куда-то, нас там уже ожидали. То есть был способ отправить послание с намерением торговать. Было какое-то первоначальное знакомство, которое было организовано на каком-то уровне. Я знаю, что были места, которые вам запрещено было летать по причине того, что ваша колония была рабовладельческой. Какие это были места? Да, внутри Солнечной системы мы не могли приближаться к Венере. К Плутону по какой-то причине тоже не могли летать. Там есть какая-то колония или очень продвинутая раса. У них было право нас не пускать. У нас был склад в поясе Койпера, который мы использовали. То есть наш гараж, где мы хранили все, с ЦРР и все складывали в поясе Койпера. Там оставили груз, который можно было потом забрать. Мы также говорили, что было множество рас, которым было все равно, с кем они торгуют. Правда? У нас на ЦРР постоянно были делегации, для которых они расстилали красную дорожку и принимали их с почестями. То есть у них не было угрызений совести в том, чтобы иметь дело с кем-то, кто поддерживает рабскую систему. Я уверен, что у многих были угрызения, но это так же, как со странами в их торговле между собой. Было много гостей, которых мы никогда раньше не видели. И они могли свободно ходить по колонии, и их принимали как очень важных гостей и послов от своих рас. И они могли осмотреть колонию, провести торговые переговоры или договориться о любых других услугах. Потому что они делали то же, что и мы. Есть много рас, которые не такие продвинутые, как колонии на ЦРР и даже. И они хотели получить часть наших технологий. Поэтому экономика и торговля там в космосе очень-очень активна. И все базируется на обмене, то есть на бартере, а не на денежной системе. Наверное, то, что вы сказали про страны на Земле, не совсем точно, потому что мы все находимся здесь на одной планете, и поэтому постоянно конфликтуем и боремся за ресурсы друг с другом. Поэтому и торговля у нас не всегда идет так уж гладко. Но вот в космосе, где людей разделяют огромные расстояния, никого не волнует, кто вы и что вы делаете. Они просто прилетают, берут, что им надо, и больше не контактируют с вами. Именно. Я не выношу этих ребят, они воняют, но пушки у них крутые. Я хочу такие пушки себе. Да, именно так все и происходит. Как вы думаете, когда все будет раскрыто, и у нас будет доступ ко всем этим сообществам, есть ли вероятно, что мы все-таки будем выделяться среди других как более духовное или хотя бы морально развитая раса? Ну да, там в космосе огромное количество рас. И вышло так, что военизированная версия нашей цивилизации все насекретила, закрыла планету на замок, и вышла в космос, вступая в контакт с другими военизированными версиями других цивилизаций. Я думаю, что когда мы выйдем туда как свободное общество, нас встретят там такие же свободные общества. Когда ты попадаешь в новый колледж, ты не будешь дружить там со всеми, но ты обязательно найдешь себе друзей. Среди любой большой группы разумных существ мы обязательно найдем тех, с кем мы сможем установить отношения. Я думаю, нас с радостью встретят там, где раньше такого не происходило. Элита сейчас там просто обменивается безделушками на безделушке. Они немного работают над собственным развитием и духовностью, но не особо. Сейчас они там работают только ради того, чтобы достать вещи. Но как только мы выйдем туда как духовно ищущие цивилизации, с намерением развиваться, я уверен, что многие примут нас с распростертыми объятиями. Мы узнаем очень много нового. Там очень много, много чему придется поучиться. Похоже, эти ребята на Церере, их ценности настолько сильно отличаются от остального человечества, каким мы его знаем, что им пришлось отколоться. Разница в ценностях слишком большая, они не могут функционировать внутри современного человечества, каким бы несовершенным оно ни было. И поэтому однажды они отколются от нас окончательно. Когда мы освободимся и увидим все, что происходит, мы окончательно примем решение быть обществом, которое не поощряет такую систему, и присоединимся к тем обществам, которые разделяют наши ценности. Я думаю, в течение истории мы создавали различные системы, основные на контроле. Какие-то из них были лучше, какие-то были хуже, но приятный момент, когда нам нужно будет закончить эту школу и создать новую систему, когда люди будут полностью свободны. И жить своим предназначением, потому что жить в рабстве невероятно ущербный. Рабство — это отстающая система. Если в обществе, в котором есть рабы, вы просто сами себе вредите. То есть вы заглушаете потенциал людей и заставляете их работать только на ваш потенциал. Вы заставляете их работать на рутинной работе и так пропускаете тех людей, которые в потенциале могли бы изобрести что-то прорывное. Вы пропускаете следующего Микеланджело, потому что он не рисует, а занимается рабским трудом. Вы пропускаете следующего Эйнштейна, потому что этот человек не вносит вклад, будучи рабом. То есть вы сами себе вредите. Сколько таких Эйнштейнов прожило и не было призвано, потому что они были рабами? Скорее, если взять колонию на Церере, 225 тысяч человек населения и 40 тысяч из них рабы. Если из этих 40 тысяч был хотя бы один Эйнштейн, все остальные никогда не узнали, какой прорыв он мог бы совершить. Или Тесла. То есть один из этих 40 тысяч человек мог быть следующим Теслой. Такие люди могли бы помочь всем остальным продвинуться вперед. Жабство вредить тем, кто его поддерживает. Заставляя рабов делать работу за тебя, ты также не развиваешься. В этом есть кармический фактор. Ты опять же вредишь себе и тормозишь собственное развитие. Здесь есть кармическая проблема. И они нашли лазейку на короткое время, но на долгую перспективу, например, на тысячу лет вперед, это не имеет будущего. И они тормозят собственное развитие. Мы тормозим собственное развитие. Когда мы станем свободным, открытым обществом, где все будет доступно, вся информация доступна, и нужно будет иметь определенный уровень человечности, мы будем развиваться гораздо быстрее. Мы ускорим наше развитие. Окей, я бы хотел поговорить об общении с инопланетянами. Это очень интересная тема. Я знаю, что вы видели и общались со многими расами. Какие из них были самые впечатляющие? Ну, был богомол на Марсе, с которым у меня был контакт. Это было очень мощно. Были те, кого я видел во время своих поездок по колонии. Я помню, как-то раз я сел на поезд и увидел очень продвинутого представителя. Какой-то раз. И когда смотришь на него, ты видишь какой-то светящийся эффект, как будто он окружен искренне света. Когда ты расфокусировал свой взгляд, ты не видел эти искры. Представь, что когда я смотрю на тебя, я могу видеть какие-то искры света. Как только я отложу взгляд, искры исчезают. Возможно, это была какая-то технология. И это существо было очень большим, где-то 3,5 метра в высоту. Оно ехало полулежа и заняло целый ряд сидений в поезде. И я пытался работать с художниками, чтобы запечатлеть это существо. Это было потрясающее здравище и очень продвинтое существо. Мне, как рабу, было запрещено общаться с инопланетянами. Поэтому я просто поглядывал на него. Я был под большим впечатлением. Я был потрясен увиденным. Я был потрясен увиденным. Это было очень продвинтое существо. Я слышал также, что вы ходили к экстрасенсу. Там на ЦРЛ, там был ребенок гибрид, который предсказывал будущее, кажется. Да, он был наполовину серым, но я знал, что это работает, потому что это был тот же метод, которым использовали меня с выходом из сознания. Я проходил мимо них каждый день по пути с работы. И это была временная услуга, они работали там всего пару недель в нашей колонии. И у меня как раз были деньги, поэтому я заплатил, и сходил, чтобы мне предсказали будущее. Я сопереживал этому существу, потому что оно было в той же ситуации, что и я тогда. И так же вкалывали какой-то препарат. Там, кажется, было 4 или 5 таких в кабинках, разделенных шторками. Это была такая временная услуга, типа биоска. Это было что-то вроде гастролей, и оно предсказало мое будущее в очень туманной манере, но в конце концов все оказалось очень точно. И именно это существо сказал мне, что я все вспомню и вселило в меня уверенность. Именно оно сказало, что однажды я все вспомню. Я пошел и сказал всем, прикиньте, я все это вспомню. Стирание памяти не сработает. Но в целом это была довольно печальная картина. Я сочувствовал ему, это был гиприд серого человека. Также говорили, что вы общались с расой, и очень высокого роста, которые владели всеми этими коммерческими заведениями там на Церере. Да, одно из двух высокорослых рас. На Церере всей коммерцией занимались эти высокорослые люди с удлиненным шерпом. Там были две расы, которые жили там, или постоянно там находились. Вторая раса была более низкорослой, у них у всех были длинные волосы. Но высокие владели всем бизнесом там. Насколько я знаю, они были родом с Церерой. Девушки и проститутки на Церере тоже все были рабами и прошли через такой же процесс контроля сознания, что и вы? Да, но они прошли через несколько другую версию. У них не было препаратов и прочее. Я спрашивал у них об этом. Но да, они были рабами. Да, вы говорили, что всем стерли память, и что все они были с Земли. Но раз там было так много инопланетян, которые в том числе посещали бордели, то были ли среди девушек инопланетянки? Нет, конкретно в борделе, в котором я был, только девушки с Земли. Но инопланетяне посещали их. И да, секс между разными расами существует. Это реально. Это трудно вообразить, но именно это и происходило. Там это был такой же товар. Это рынок. Поэтому все, что продается, они старались использовать. Это так, как бизнес. Для многих раз динамика отношений полов такая же, где самец стремится заполучить самку. Это есть такой же спрос, и за это готовы платить. Хорошо, я знаю, что наше время на сегодня окончено. Огромное спасибо, Тони. И я свяжусь с Майклом Салл и попрошу его разрешения на перевод серии интервью из пяти частей, которые он делал с вами. Они очень интересные. А на сегодня спасибо. Это было здорово. Поговорим еще как-нибудь. Хорошо, напишите мне. Я, возможно, буду свободен завтра, если захочешь продолжить. Хорошо. Хорошо, чувак. Я поговорю с тобой позже. Просто напишите мне позже. Я буду готовить завтра, если хочешь сделать больше. Хорошо.